Телефон быстро разряжается. Почему-то вчера заряжалась, сегодня уже сейчас мне говорит, что осталось всего 15%. Розочка моя цветёт. А ведь она у меня почти сдохла. Цветочки. Тыква выросла уже за то время, пока меня не было. Посмотрите, какая хорошенькая. Там тоже где-то есть, но поменьше. Поменьше. Вон маленькие есть. На той стороне я видела. Вон ещё тыковка есть. Питуни мои. Дождичек прошёл вчера. Мы вчера хотели поехать на дачу, но прошёл дождь. Вот лужица везде. Огурсы всё надо убирать. В этом году что-то они как-то не сезонным у меня. Посмотрите, что. Земля влажная. А вот так вот всё. Не, бочки больше не буду зажать. Так, вот хотела про помидорки сказать. Кое-то где у меня вот какой-то сорт. А не запомнила уже. С этими передрягами, пересадкой. То я где-то ложечки вставляла, а это вот прям вот радует меня. Вот посмотрите, вся усыпана в помидорках. А что за сорт? Не отметила. Так, ну пойдёмте посмотрим фундамент для туалета. Сам у меня тут Иваныч делал. Но я могу сказать, как. Вот у нас остались блоки. Когда мы пристройку делали. Вот. Потом взял он бочку. Всё, что там у нас было, он всё это убрал. В двух мешках вывез. Потом вырыл яму. Дно. Убрал дно снизу. И здесь вырезал верхушку. Вот. Поставил эту бочку. Потом по периметру поставил вот эти вот фундаменты на ЦПС. Два ряда. Ну, визуально я вот так вот смотрю. Мне кажется, не совсем ровно. Но вроде говорил, что он сделал по уровню. Вот. Потом вот этот промежуток песка у нас не было. Он купил керамзит. Засыпал там керамзитом. И потом вот этот ЦПС всё залил. Вывел вытяжку. Ну, вытяжку надо было немножко подальше сделать. Если туалет-то встанет. Ну, посмотрим, как он встанет в туалет. Я убирала лук. В двух ящиках у меня там сушится. Вчера прошёл дождь. Хотелось сегодня убирать. Но он ещё, видите, зеленоватый. Вот. И на внешний вид-то посмотришь. Вроде бы лук лежит, да, нормальный. А когда достаёшь, там, видать, это луковая муха. Или что. В общем, корней нету. Корни отпали от луковички. Луковички. И там уже как подгонивать начинает. Я много таких луковичек привезла домой. Я их, ну, зачистила и приготовила икру кабачковую. Вот. И этот вот лук, наверное, сейчас не буду пока убирать. Пусть он просохнет. Некоторые прям вот зелёненькие совсем. А картошка вообще трындец. Её, наверное, где-то вот в начале сентября бы надо убирать. Но, боюсь, до сентября её просто не найдёшь. Вот. Так что буду сегодня подкапывать. И на это место, где была картошка, я буду пересаживать усики. Клубники. Клубникой надо заниматься. Ремонтантная клубничка. Вот она. Спеет ещё. Саша привозит прям по баночке. Так что вот. Чё там капуста наша? Капуста радует, да. Вилочки прям очень хорошие. Тут вот, хох, как не сглазить. Туалет поехал на место. Отсюда и туда. Втроём они, бедненькие. Всем приветик. Мы на даче. Уже вечер. Наверное, часов, наверное, восемь. Решили мы сегодня здесь заночевать. Вытащили сюда свою плиту и варим раков. Иваныч съездил, купил раков. Тут разные. И маленькие, и большие. Невыборочно. По 700 рублей килограмм. Раки закипели. Я воду слила. Как могла я их до этого мыла. И что-то побоялась. Я воду слила. Пробултыхала их. И сейчас вот добавлю 5 ложек столовых соли. Два зонтика укропа. Пусть варятся до готовности. Раков сварили. Рыбка у нас ещё. Это как называется? Толстолобик какой-нибудь. Нет? Правда что? Угу. Мюнхен. Вкусное пиво. А что это у нас темно так? Так и было что ли? Не разгорелись ещё. В общем, вот так вот нам. Сегодня вечерок у нас на даче. Я принесла эти свечи. Цивилизация. Ну так. Зажигалка никакая. Ну так фикс прайс рулит. Зажигалочка оттуда тоже. Так, ну чё. По обе стороны сейчас поставлю вокруг себя. Дед не кусает. Он привычный. Всем доброе утро. Мы на даче. Уже с пятницы. Сегодня понедельник. У нас была остановка НФС. Не было воды. В ванночном ходит бассейн моет. Мы уже собираемся домой. Плодотворно проработали за эти дни. Хотела вам показать наш дачный туалет. Иванович его закончила отделать внутри. Не совсем правда, но основную сейчас покажу. Дверь вот повело у нас немножко почему-то. Такой вот он лаперочку тут сделал. Немножко вот эту... Вот дверь вот здесь вот торчит. Посмотрите, как внутри сделали. Купили мы панельки. Самые дешевенькие. Подиум сделал. Там брусочки. Набруски набил. Вот эти вот рейки. Эти рейки у нас были... Раньше у нас была вешалка в квартире. Из таких вот состояла планочек. Вот. Там сделал каркас. На каркас набил вот эти вот планочки. Здесь у нас старые наши панельки были тоже здесь на даче. Пригодились. Вот. Оставалась у нас от бани каменная вата. Технониколь. Там такие вот пазы были. И вот сюда он вложил вот каменную вату. Вот. Купил вот такой вот тоненький утеплитель. Потому что... Все дерево было дырявое. Чтоб все-таки немножко не дуло. Вот из того, что было. Вот эти вот... Из дома у нас. Плинтуса. Там он еще приделает. Потому что, говорят, уголочки надо вставлять. Тоже есть. Вот так по кругу будут вот такие плинтуса. Что в квартире у нас есть. Уголочки тоже не покупали. У зятя оказалось. Так что вот так вот. Потом по периметру тоже приклеим на жидкие гвозди беленькие уголочки. Чтоб по цивильнее было. Там он вставил в стекло. Тоже дырка была. Так. Здесь постелил линолеум. Теперь заставляет меня разуваться. Вот так вот. Здесь старая крышка. Здесь теплюшечка. Вот это вот с фикс прайса. Здесь старое ведро наше. Здесь дачное. Там же у нас прям туалет был уже с полом и с дыркой. Когда он сделал подиум. Потом подумали, что надо что-то такое направляющее туда вниз. Решили вот так вот сделать ведро. Если бы оно было подлиннее, было бы замечательно вообще. Ну вот так вот ведро. Дно вырезали. Здесь он прикрепил на четырех шурупах это ведро. Сверху вот так вот крышечка опускается. Вот так вот крышечка. Здесь тоже старье наше прикрепили. На дачу все пойдет. Он ничего не выкидывает. Видите, ему все пригождается. Вот такой вот рисунок. За счет того, что у нас дверь кривая, я думаю, что здесь будет как бы вентиляция. И еще он вентиляцию вывел. Вот так вот сделал. Я говорю, зачем еще вот эта дырочка? Говорит, здесь еще маленький умывальничек сделаю. Чтоб руки можно было сполоснуть. Вот так вот и вывел вентиляцию. За эти дни что мы сделали? Я обрезала малину. Привела ее в должный лук. И здесь тоже. Пересадила клубнику. Убрали картошку. Ведро посадили. Два ведра собрали. Лук у нас удался. Лук хороший. Тоже убрали. Сушится. Вот клубничку пересадила. Какая вот еще болеет. Вот эту днем я сажала, да, под солнцем. Она все-таки так это прибаливает. А это я вчера на ночь сажала. Все-таки за ночи накрепла. Это все вот малина. Клубнику все обрезали. Ремонтантная только осталась, не обрезанная. Потому что она полудоносит. Смотрите, какая розочка из капусты. Красивая капуста. Лук удались. Капуста радует. Но есть столько времени еще стоять. Боюсь, как бы вилки не лопнули. Саша мне говорит, прекращай ее поливать. Так, вчера мы вот сухие ветки у абрикоса вот этого обрезали. Торчали у нас ветки. Мы все боялись обрезать. И вот обрезали мы все-таки высохшие. Вот все смотрели, откуда веточки у нас пошли. Выше прививки. Но оказывается, что ветки пошли прям на уровне с прививкой. И вот думаем, это как будет? 50 на 50, как Саша сказал. Или все-таки это в дело пойдет. Или это будет дичок. В общем, не знаю. Или совсем расстаться с этими кустами. Или все-таки подождать, посмотреть, что будет. Огурцы у всех у нас в этом году плохие. Преждевременно они пожелтели, высохли. Как бы не старались их, не опрыскивали. Вот не выдергивай, только из-за того, что немножечко молодежь висит. Сейчас перед уездом я еще полью. Кабачки хорошие. Я уже наготовила. Кабачковый укр, заморозовый. Там вот у меня почему-то кукуруза в единственном числе. Это компостная яма наша. Собираем мы все туда. Здесь мы прикрыли дыньки. Представляете, большую дыньку поклевали. Вы не сволочи. Вчера только не было ничего. Посмотрите, как расклевали. Кошмар какой-то. Надо я тут уже прикрыть. Вчера вечером было все хорошо. Сегодня они уже с утра. С утра уже позавтракали. Вороны что ли? Да, не хитрые. Они уже теперь знают где. Все раскидают. Это вот помидорка моя самая поздняя первоклассница. Малина вся заросла. Я говорю, даже нашли еле-еле сирень. Это ранняя капустка. Сейчас будем одеваться. Перчики дособираю сейчас. Некоторые помидорки, что ли, еще вот собрать. Пусть дома дозревают. Посмотрите, помидорка радует. Прямо что за сорт? Не знаю. Ой, как она там. Хочу ее отнюх сядь. Будем собираться поедем домой. Баню я показывала. Иваныч сказал, купит мне вот такую вот штуку. Это газовый баллончик. Он закончился с ним как. Хорошо баню растапливает. Не только баню, и мангал тоже. Сделала я здесь перестановку. Вчера мы вечером в банку ходили. Лавку сюда выдвинула. Здесь удобнее сидеть даже вдвоем, чем она у нас вот там в углу была. Телевизор здесь показывает. Вот так вот антенну я прилепила. В экспрессе купила вот такие вот большие тряпочки. Очень удобно. Подстилушки в бане. Ну, еще раз пройду по баке. Здесь ничего не изменилось. Мы заказывали лавку. Еще бы за ней не съездили. Вот сюда вот лавочку заказали. Чтобы бак поднять повыше, чтобы не наклоняться. Все. Сейчас вот эти вот свою уже засохшую травку тысячелестник тоже срежу. Заберу домой. Дубовые веники Иваночка купает на рынке. А вот эти вот часы икеевские идут только лежа. Почему не можем понять? Вешаем, они перестают ходить. Вот так только лежа. Так что мы не мастера. Понять не можем по какой причине. Поэтому они лежат пока лежа. Если фикс прайсик, какие маленькие часики. Вот сюда, тут вот эту галочку куда-нибудь прибьем. Или наоборот, вот сюда вот повешу. А там видно будет. Вот Саша мне тут водички уже набрал. Если вдруг баньку захотим затопить без него. Здесь полочка с маслами. с шампуньками. Но я в парной ничего там не держу, потому что очень нагревается. Все горячее. Я думаю, что это не полезно. Так, ну что, мы окно оставим, что ли? Или на микро сделать? Боюсь, дождь пойдет, захлещет. Саша бассейн панул, чтобы его убрать. Я думаю, нам не придется больше денег искупаться. Погода стоит хорошая у нас. Как прям не странно. Август месяц, сегодня 21 число. Погода прям тепленькая. Вот листочек не шевельнется. Вот посмотрите, огурцы мои в бочке. Тоже пока не выкидываю. Наверху прям вот жуть. Жутейшая. Но здесь внизу, вон, кое-где огуречки еще. Поэтому пульсы пока повисят. В той бочке у меня были огурцы. Мы уже давно их убрали. Ну вот как-то так. Как хорошо на даче. Утром встаешь, благодать. А вечером скоро лето закончится. Прям жалко. В спячку все уйдем опять. Про яблоки вам не сказал. Вчера же праздник был. У нас яблонка такая, которая не зимняя, обломилась. Мне говорят, что не надо ее выкапывать. Что она сама по себе пойдет. Посмотрим. Вот эти у нас зимний сорт. Я даже не знаю, как она называется. Мы дачу купили, уже яблоки были. Но яблоки зимой очень хорошо лежат. И они такие вот именно сочные, жесткие, как я люблю. Ну все, где-то с вами прощаться. Всем пока-пока.